Всем привет, с вами Роман Юниман. В 2021 году я и все мои друзья постоянно грустно смотрим на то, как дорожают квартиры. То ли это произошло из-за льготной ипотеки, то ли из-за сокращения предложения на рынке. Я даже целое видео, кстати, про это записывал. Посмотрите, если еще не видели. Одно ясно. Что-то у нас не так с ценами на жилье, что-то не так с кредитами и с тем, куда идет наша экономика. Выступления официальных лиц тоже не дают уверенности. Одни заявления противоречат другим. Центральный банк повышает ключевую ставку, а премьер-министр говорит о необходимости сохранить льготную ипотеку. Сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей. Давайте попробуем разобраться, что происходит с ипотекой, с кредитами и чем это все может закончиться для нас с вами. Вообще дорожает не только жилье. Дорожает техника, дорожают машины, даже еда дорожает. У подорожания есть, конечно, свои причины. От рынка к рынку причины бывают разные, но есть и общие факторы, которые заставляют цены расти. На рынке недвижимости можно выделить сейчас три основных причины. Во-первых, это введение эскроу-счетов, которое привело к уходу малых игроков с рынка недвижимости и сокращению ввода нового жилья. Во-вторых, это рост цен на стройматериалы, что в целом является общемировой тенденцией. И в-третьих, это та самая льготная ипотека, которая резко повысила спрос на жилье. Давайте о ней поговорим подробнее. В конце апреля 2020 года внедрили программу льготной ипотеки под лозунгом «Квартиру под 6,5%». Подавалась эта программа под соусом повышения доступности жилья для многодетных семей. И вначале все вроде работало хорошо, но уже через два месяца выдали максимальное количество ипотек за июнь вообще. В последующем рекорды только росли, доходя до 200 тысяч выданных ипотек в месяц. И вверх за выдачу ипотек поползли цены на жилье. Как в номинальных ценах, так и с поправкой на инфляцию. Цены на квартиры росли быстрее, чем все остальное, и продолжают это делать до сих пор. Давайте сравним цены апреля 2020 года, когда ввели программу льготной ипотеки, и цены апреля 2021. Ну, так сказать, посмотрим, что изменилось за год. Квадратный метр в Москве подорожал на 22% в новостройках и на 17% на рынке вторичного жилья. При этом в регионах цены выросли еще сильнее. 24% на первичку и 21% на вторичку. Лучше всего этот рост виден, конечно же, в абсолютных цифрах. Раньше вы могли прицениться к новостройке в Москве в 50 квадратов за 10 миллионов рублей. Ну, а теперь придется скорректировать свои траты до почти 12 миллионов. Плюс 2 миллиона всего лишь за год. В регионах квартира в 50 квадратов продавалась за 3 миллиона, а теперь уже почти за 4. Прождали год, доплатили еще почти миллион. Все это случилось из-за классической ситуации спроса и предложения. Предложение упало, а спрос вырос. Ну, а мы с вами получили резкий рост цен. Сейчас наши граждане набрали ипотек на более чем 5 триллионов рублей. Это абсолютный рекорд. При этом люди продолжают брать ипотеку в больших, чем до пандемии, объемах. Хотя темпы выдачи новых, ну, и снижаются немного. Вполне возможно, что значительную часть этих кредитов погасить они не смогут. А все из-за высокой закредитованности граждан России и падения реальных доходов. Закредитованность растет вообще по всем фронтам. На данный момент жители страны должны более 24 триллионов рублей. Это ВВП страны за один квартал. Грубо говоря, сейчас в долгах числится сумма, равная стоимости всех произведенных товаров и услуг нашей страны за 3 месяца. Бывает и хуже, но постоянный рост этой самой закредитованности уже заставляет переживать. Кстати, 1 триллион из этих 24 – это не просто долги, а уже просроченные платежи. То есть их не платили более 3 месяцев. Кто-то может сказать, что доля просроченных кредитов падает с 2020 года. Но это и есть самая интересная и грустная часть этого видео. Вот, к примеру, вы взяли ипотеку. В кредит закупили технику и мебель для новой квартиры. А тут объявляют нерабочие дни, цены растут на все, и платить становится сложнее. Вскоре ваш кредит становится плохим из-за просрочки платежей. И знаете, как можно сделать его снова великим? Это взять новый кредит. Взять новый кредит, чтобы платить по-первыхому. А если просрочится и он, то взять еще. И именно это и происходит. Вместе с падением доли просрочек идет надувание долга. Кроме того, сейчас у нас треть заемщиков тратит более 80% доходов на погашение задолженности. Вдумайтесь, то есть заработали вы 50 тысяч рублей, а отдали на погашение кредитов 40 тысяч. И теперь живете на 10 тысяч рублей в месяц. Ну, допустим, можно какое-то время не платить за ЖКХ. Вот у нас с 2018 года долги за ЖКХ увеличились в полтора раза. С 327 миллиардов до 460. Проблема серьезная. Ладно бы еще доходы граждан росли, но они уже более 7 лет стагнируют. То есть суммируем. Ипотек выдано рекордное количество. Треть всех заемщиков последний кусок хлеба с солью доедают. А закредитованность граждан в целом тоже растет. Что же будет дальше? С ценами на жилье все непонятно. Эксперты расходятся во мнении. С одной стороны, цены вряд ли серьезно упадут. Застройщики просто будут дозировать вывод нового жилья на рынок. С другой стороны, цены вряд ли сильно вырастут. По данным ЦИАН, в московском регионе в целом зарегистрировано 13 тысяч сделок за октябрь. Это меньше на 27%, чем в октябре 2020 года. А выручка девелоперов московского региона за этот же месяц составила 156 миллиардов рублей. Тоже меньше, чем было. Но о ценах мы снимем отдельное видео. Кстати, напишите в комментариях, если вам интересно больше узнать про ценообразование на рынке жилья и о том, пойдут цены вверх или вниз. Если будет интерес, снимем такое видео. А пока давайте соберем воедино всю эту схему. Из-за падения реальных доходов люди вынуждены брать кредиты, чтобы не снижать уровень потребления. Зарплаты не опережают рост цен, а цены растут везде и сразу. Американский сценарий 2007 года вряд ли повторится. Американцы перекредитовывали ипотеки. А вот уникальность нашего кредитного пузыря в том, что сейчас люди перекредитовываются, чтобы погасить долги и сохранить уровень потребления. Если эту цепочку разматывать, получится, что наши сограждане в конце концов берут кредит на еду. Цены на которую растут. А роста зарплат, который бы это покрыл, нет и не предвидится. Даже новые кредиты для перекредитования будет сложно взять, так как ЦБ поднимает ключевую ставку. Следовательно, кредиты станут дорогими и платить по ним станет сложнее. Следовательно же, увеличится и просрочка по кредитам. Я думаю, что мы еще не на грани кризиса, но эта грань становится все ближе и ближе. Ведь при любом новом потрясении для нашей экономики, вся эта схема может схлопнуться. И тогда можно будет ожидать резкого роста просрочек, что в свою очередь ударит и по банковской системе. Будет или нет в итоге полномасштабный кризис, пока неизвестно. Но в любом случае надеяться на государство не стоит. С вами был Роман Юниман. Всем пока.